Водитель такси Виктор Легостаев ответственно относится к своей работе. Мужчина выполняет заказы с полным пакетом документов для перевозки пассажиров. Понимает, что от этого зависит безопасность поездки и здоровье клиентов. В таксопарке выдают нам, проверяют наличие удостоверения, осматривают машину, медосмотр проходим на здоровье, спрашивают какие-то жалобы, давление померяют, медработник проверяет, потом едем. В городе реализуется муниципальная программа повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы. Одна из задач – повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции еженедельно проводят рейды по выявлению нелегальных таксистов. При остановке транспортного средства инспекторы ДПС просят водителя показать не только документы, но и свой профиль в приложении. После сверки данных сотрудники госавтоинспекции могут попросить и пассажира предоставить информацию о водителе. Если на каком-то из этапов проверки выявляется нарушение, таксиста просят завершить поездку. У пассажиров спрашиваем, вызывали такси, не вызывали. Просим открыть приложение, в каком они вызвали водителя. То есть в приложении указана марка машины, госномер, фамилия водителя, кто к ним приехал, маршрут движения и перевозчик. Это организация, либо индивидуальный предприниматель, который принял на себя договор перевести данных пассажиров. Если каких-либо документов не имеется, значит, забираем материалы проверочные, доставляем в отдел полиции для дальнейшего разбора. В рейдах по выявлению нелегальных таксистов принимают участие и сотрудники миграционной службы. Они проверяют граждан Таджикистана и Узбекистана, которые не имеют права работать без патента, гражданства и водительских прав Российской Федерации. Нарушителей сразу же отстраняют от управления транспортным средством, а затем доставляют в отдел полиции, где выписывают протокол. Хайрло Мавлянов живет в России вторую неделю. На работу в такси его приняли практически без документов. Говорит, о том, что нужно иметь специальное разрешение на перевозку пассажиров и водительские права, не знал. Патента я знаю, что нужен. Ну, на работу, что обязательно, без патента нельзя. Вот это я не знал. Не знал, что без российских права работать нельзя. Работа в такси на территории России возможна только для граждан Российской Федерации и стран Таможенного Союза – Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении. Также должны быть разрешения на перевозку пассажиров, специальная страховка для автомобиля, путевая документация с отметками о прохождении медкомиссии и предрейсового технического осмотра.